В этой связи с удовольствием представляю Кирилл Коник, библиотекарь сектора фирмирования языковой грамотности Красноярской краевой молодежной библиотеки. Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что вы пришли к нам не просто так. Значит, есть видеоигра, которую вы изобрели, придумали. Вот расскажите нам об этом поподробнее. Видеоигра «Отель Серебряный век» — это такое детище Красноярской региональной общественной организации «Союз библиотечной молодежи». и Краевой молодежной библиотеки. Наши сотрудники работали над созданием видеоигры. Что сразу хочется сказать, видеоигра в жанре визуальных романов или визуальных новелл. То есть такой жанр для наших земляков не особо известен. А что это такое? Это такая история, которая положена на визуальный ряд. И вы как бы и читаете эту историю, и, соответственно, получаетесь... Кирилл, в двух словах. Давайте, значит, поколению Бузовой объясним, что такое Серебряный век, что там происходило, и что мы вообще считаем вот Серебряным веком отечественной литературы. Серебряный век — это эпоха в русской поэзии, примерно 100 лет назад, в 20-е годы, когда жили известные личности. Это Есенин, Ахматова, Блок, ну и так далее. Как раз-таки в игре обыгрывается то событие наш. Человек-современник, он случайным образом попадает в то время в отель, где все эти личности остановились, и как постоялись с ними, контактирует, общается, разговаривает. Кирилл, вот ваша точка зрения. 20-е годы прошлого столетия, мягко говоря, страшное время. Страшное время для этой страны. И в то же время на фоне этих ужасающих событий мы видим расцвет поэзии, какие-то невероятные люди. Как это вообще вот по-вашему могло сочетаться? Вот что послужило, я не знаю, вот так толчком к развитию, что ли? Ну да, время непростое, и, конечно же, и эпоха, и нравы, которые становились. Но все-таки эти личности, они были, по сути, наследниками предыдущей России, и Золотого века, и как раз-таки поэзии. Ну и сохранили все то обаяние, очарование поэзии, которая пришла от Пушкина, от Лермонтова. Ну, вспомним эти имена. Маяковский, Есенин, Ахматова, Цветаева, Блок, значит, всевозможные там, Мендельштамы и так далее. Вот у меня напрасно... Чем они вдохновлялись? Вот подожди, чем люди вдохновлялись? Эмоциями? Ну, Сергей Есенин, значит, там, деревни, Владимир Владимирович Маяковский, там, паспорт, там, там много было факторов для вдохновения. Вообще вся страна находилась в такой ситуации, что за каждым углом можно было найти источник для вдохновения. Кирилл, если позволишь, у нас тут на планшете уже открыта видеоверсия, значит, игры, и сейчас будет возможность разобраться, как играть. Покажите нам, собственно, в двух словах. У нас... Мы уже вывели на экран, да, поэтому можете сразу... Действуй на планшете, как тебе нравится. А у нас уже на экране, вон, все есть. В игру может поиграть любой человек. Нужно перейти по ссылке yarsleepsilverage.yrslip.ru, ну, или посмотреть ссылку на игру в наших соцсетях, в группе «Молодежные библиотеки». Игра загружается в браузере, то есть ничего скачивать не нужно. После загрузки появляется вот такое окошечко, где мы нажимаем кнопочку «Начать». Ну, и, соответственно, сразу переходим к началу истории. Вы — это Виктор, главный герой. Он как раз-таки начинающий писатель, писатель, который переживает некий творческий кризис. Ну, и, соответственно, история заворачивается таким образом, что вы попадаете в лица Виктора, вы попадаете в отель 1920-х годов, где постояльцы — это известные как раз-таки персоны серебряного века. Машина времени такая получается. Некая машина времени. Понятно. Интересно, что сам Виктор не догадывается о том, кто это такие. И создаются такие непринужденные диалоги, и личность каждого из поэтов раскрывается как бы с неожиданной стороны. Наши ребята, как раз-таки, кто писал сценарий, кто его продумывал, они как раз хотели показать не только известную сторону этих людей, но еще и то, какими они были. А что дальше происходит в игре? Потому что, мне кажется, все молодые люди понятия не имеют, кто это такие, и для них это будет, в общем, абсолютно нормальная ситуация. То есть, а вот личности, вот этих наших писателей, так скажем, раскрываются действительно в той мере, в котором они были представлены? Я имею в виду, что их действительно реальные качества? Да. Нужно изучить было, да? Изучали достаточно количество и рисовали. Конечно же, как вы видите, игра, она выполнена в таком, ну, мультяшном стиле, назовем это так. И наши дизайнеры, конечно же, старались над тем, чтобы передать и все эмоции, потому что во время смены диалогов эмоции меняются, брови хмурятся, улыбки появляются. То есть, тоже все изучали старательно, кропотливо. Кирилл, что нужно для того, чтобы победить? Это же цель победить в этой игре? Или это исключительно такой просветительский проект? Игра для одного игрока, и нужно просто пройти до конца, погрузиться во всю атмосферу. Понятно. Нужно знать там стихи, какие-то факты из жизни этих людей. Вообще, каким-то багажом знаний надо обладать для того, чтобы чувствовать себя комфортно в этом мероприятии? Нет, абсолютно нет. Как раз-таки многое можно узнать из игры. Какие-то интересы этих писателей, те стихи, которые они писали, ну, они будут тоже встречаться в этой игре. А скажите, ну, и напоследок, что даст, какие результаты, например, получат те, кто скачают, с чем познакомятся, я имею в виду, вот по итогам, в принципе? Ну, это будет интересно и всем тем, кто просто хочет больше узнать про поэтов Серебряного века, а также еще и, возможно, для молодых писателей, потому что здесь, к концу этой игры, Виктор, наш главный герой, приходит к чему-то, после, ну, разумеется, взаимодействия с этими авторами, и, конечно же, это поможет найти творческую жилку в себе. Ну, компьютерная игра, это, конечно, очень хорошо, Кирилл, но необходимо обращаться все-таки к классическим информационным источникам. Это книги, ты, слава богу, их принес в эту студию. Я просто напоминаю, книга, это выглядит вот так. И у нас здесь есть, значит, и сборник Ахматова и Есенина. Но я, наверное, порекомендую, и ты, возможно, поддержишь меня в этом начинании, ну, начать хотя бы со сборника «Поэзия Серебряного века». Поэзия здесь собрана, я так понимаю, классика вот этого периода, причем это написано «Классика в иллюстрациях». Ну, как раз вот для поколения Бузовой самое то, в общем. И картинки, и вроде как есть что почитать всевозможное. Вот, начать можно с этого, а если увлечетесь, то сможете, я думаю, с легкостью необычайной пройти вот этот квест компьютерный, ну, и каким-то образом влиться в атмосферу Серебряного века, погружаясь в литературные произведения. Большое спасибо, Кирилл Коник, библиотекарь сектора формирования языковой грамотности Красноярской краевой молодежной библиотеки. Что бы мы вообще без вас сделали? В этот ужасный век. Вам спасибо.